Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Вчера мне пришло видео от одного жителя Азербайджана на мою почту электронную с интересной статьей о женщине, которой недавно исполнилось 131 год. Данные все паспортные, проверенная история. И это абсолютно точно. Что в этой связи я хотел бы сказать? Вывод, который всем нам надо сделать, то, о чем я долгие годы говорю. И в частности, некоторая информация будет, ну, наверное, шокировать некоторых людей, которые почему-то верят, что в Азербайджане и вообще на Кавказе все едят мясо. Это, естественно, нормально и приводит примеры долгожительства, говоря в том числе о том, что веганы все дураки. Вот, пример, живут долго и едят мясо. Так вот, эта женщина мясо никогда практически не ела. Как, собственно, в конце об этом будет еще сюжет про одного другого долгожителя с Кавказа, где он и сам о себе говорит, что он мясо не ел уже со времен Великой Отечественной войны, ну и так далее. Давайте по порядку. Главные выводы, конечно же, о секретах долголетия. Сначала я зачитаю письмо, потом статью и в конце отрывок, где эта бабушка сама о себе рассказывает. Итак, письмо. Вот вам маленькое видео на 29 секунд. Там бабушка рассказывает, что пережила и Первую мировую войну, солдат кормила, переживала за них, четырех детей растила, питалась два раза в день, никогда не ела мясо. Он пишет мне, что там по-азербайджански разговор идет, что спрашивали ее секреты долголетия. Это, прислав ролик, мне перевел непосредственно сам вот мой зритель. Архан Миреев никогда не ела мясо, никогда не ужинала. Внимание, очень важный момент. Ела овощи, фрукты. Ну, а вот статья, опубликованная на медиа Азербайджан. Секрет долголетия от 131-летней Тамам Азизовой из Ленкарана. Сейчас жительница Ленкарана Тамам Азизовой, 131 год. Родилась она в 1891 году, став тем самым свидетельницей трех веков, пережившей две мировые войны, обе Карабахские войны и многие другие значимые события истории. За свою долгую жизнь Азизова вырастила 10 детей и своих родных, и приемных. А еще у нее 42 внука, 71 правнук, 31 праправнук. Как рассказывала сама долгожительница, семейная жизнь у нее была недолгой. Но с мужем они жили хорошо. Я упущу незначимые для моего повествования детали. А вот дочка долгожительницы, 67-летняя Тельна Азизова, рассказала, что родители ладили друг с другом, и семья у них всегда была дружной. Кстати, внимание, и это очень важный аспект, я наблюдал эту зависимость у большого количества сверхдолгожителей. Родила она, вдумайтесь, вот эту свою дочку младшую, в 64 года. Кстати, рекорды у тех, кто прожил более 130 лет, были и в 70 рожали. Вот имейте это в виду, просто факты. По словам дочери, внимание, долгожительницы, главный секрет долга ее жизни в здоровом питании. Там Азизова всегда предпочитала натуральные продукты. Да, ну, надеюсь, понятно, что нет смысла говорить про то, что она ни капли алкоголя в жизни не пила и ни одной сигареты не выкурила. Это само собой. Но теперь внимание для тех, кто любит говорить разные глупости, в том числе, что мясо естественное, в том числе то, что на Кавказе все всегда едят мясо и каждый день и так далее. Итак, внимание, мясо мы ели нечасто. Подчеркиваю, в видео, которое мне прислал мой азербайджанский зритель, говорится о том, что мясо она вовсе не ела. Дальше. Редко случалось, что на праздник гурбан нам давали мясо, и она что-то нам из него готовила. Мама всегда говорила, что об этом еще в своей книге говорил Ниши, в скобках Кацудзо Ниси, японский инженер и учитель айкидо, который создал собственную систему оздоровления. Она считала, что мясо вредно для здоровья. Через него человеку приходит много болезней. От него человек стареет, сказала дочь долгожительницы. При этом отмечается, что практически все, что та мама Азизова ела за свою жизнь, внимание, выращено в собственном дворе. Она очень любит мед, особенно ей нравится мед перед обедом. Я даю ей мед, смешав с куркумой и имбирем. Могу немного добавить лимон. Все это помогает маме оставаться здоровой, активной заключила Тельнас Азизова. Дорогие товарищи, какой здесь нужно сделать вывод? Первое. Все секреты ее долголетия, конечно, мы не знаем, потому что не знаем, какую воду, где она пила. И прочие, прочие, многие вопросы есть. Но что можно выделить на 100%? И то, что я вижу, что абсолютно совпадает с другими подобными долгожителями, это, во-первых, не ела мясо. Раз. Причем, кстати, заметьте, насколько осознанно и как она поясняла своим детям об этом, да? Второе. Она ела то, что выращивала сама рядом с собой, в огороде, то есть в основном овощи и зелень ела. Учтите этот второй момент. Все практически долгожители всегда ели все то, что выращивали своими руками, своим трудом рядом со своим домом. Тут еще идет и энергетика особая, обмен как бы между растениями, землей и человеком. Это тоже очень важный аспект. Потом, конечно же, мед, смешав с куркумой и имбирем, это очень полезный и ценный продукт. Особенно это, если мед дикий. Не знаю, какой она использовала, может быть, со своих пасек или у знакомых брали, покупали. Но имейте в виду, дикий мед действительно полезен. Много его есть не надо, все-таки это сахара. Но если человек ничего другого сладкого не ест, а они, конечно же, исторически ничего и не ели, кроме некоторых сезонных фруктов, то это при здоровом образе жизни, крепкой генетике, не страшно. А какой мед оказывает воздействие в плане нейтрализации сгустков желчи и растворений камней в желчном пузыре и в печени, это я тоже говорил в своих видео. Так что здесь плюс. Четвертый пункт. Она никогда не ужинала. Как говорил Суворов, ужин отдай врагу. Это очень важный факт. Видео у меня об этом было. Почему нельзя есть после 16.00? Она никогда не ужинала. Совершенно верно. И пятое. Ела всего два раза в день. То есть условно завтрак и обед. Все. Это очень важные факторы долголетия. Ну и естественно экологически чистые продукты. Понятно, что воздух и, скорее всего, вода. И я уверен, что с родников. И наверняка, если проверить эти родники, как в тех районах сверхдолгожителей Абхазии, в некоторых районах Азербайджана, когда я рассказывал о Ширали Муслимове и Махмуде Эйвазове, посмотрите вот эти мои видео, особенно про Махмуда Эйвазова, те, кто думают, что вот паспорта, там приписали что-то, всякую ахинею. Так вот послушайте доказательства. В сто раз, в тысячу раз более важные, чем какие-то там паспорта, записи и так далее, почему можно абсолютно точно знать дату рождения некоторых долгожителей. Вот на примере Махмуда Эйвазова я подробно это пояснил, это видео мое потом посмотрите. Ну а теперь давайте посмотрите этот маленький сюжет и в завершении пару слов я еще скажу. Мэн гундэ 2 дэфа хорэ емсэм. Аддилмэ дэймир, еммирэм, нэ, малатин, нэ, куинэти, мэвэ ем, чорэ ем, мэвэ ем, мэвэ ем, картошка. Картошка ем, мэн, картошка даманым, дэй, ахшам хорэ еммирэм, дилмэ бурмирэм, Да, и я обещал тот самый отрывок, о котором у меня уже было видео про долгожителя еще одного кавказского, а видео это связано с тем, что он так же не ел мясо. Вот, пожалуйста, посмотрите. О Магомеде Лобазанове в Дагестане шутят. По нему хоть историю пиши. Россия царская, революция, две мировые войны, период перестройки. И вот теперь он уже в 21 веке. Он родился 1 мая 1890 года. Магомед Лобазанов никогда не курил и не пил. С детских лет работал физически. А еще у долгожителя свое очень скромное по нынешним меркам питание. Фрукты, отварные овощи, кисломолочные продукты и кукурузные лепешки. В тяжелое время они заменили ему мясо. А потом он от него и вовсе отказался. Итак, я надеюсь, что вы, те, кто спорил, выпендривался и так далее, хотя бы задумаетесь. Если уж не поняли еще что-то, то, по крайней мере, задумайтесь. Ваша вера должна поколебаться. Вера в сосиску, кстати, не лучшая вера. Она страшно разрушительная. Как, собственно говоря, на физическом плане, так и на моральном, ментальном и духовном. Я советую вам посмотреть мои видео, такие как «Раздельное питание», видео с провокационным названием «Мясо надо есть». Возьмем эту фразу в кавычки. И мое видео про клыки. Ну а теперь поблагодарите меня за важное видео и жду ваши отзывы.